Анапская триумфальная арта, достопримечательность Анапы. Вино, изготовленное в этой винодельне, известно многим и популярно, но благодаря не только своему вкусу, но и качеству. Из Анапы обязательно езжайте в Суко, здесь находится Кипарисовое озеро знаменитое. И, блин, ребята, это просто маст-си, воды много, то деревья, они в воде. Попав в Анапу, не удивляйтесь голому мужчине на траве у городской набережной. Это памятник отдыхающему. Анапа городок небольшой, и многие приезжающие сюда туристы почему-то ограничивают себя только набережной, местными кафушками, ну и рядом попсовых туристических мест, которые находятся в самом центре. Но я бы этого не делал, потому что здесь есть и другие интересные места, достойные для просмотра. Друзья, всем привет! Я выбрал, наверное, самое подходящее время для посещения курортов Краснодарского края. Декабрь. И конкретно сейчас я нахожусь в городе-курорте Анапе. Окей, Google? Достопримечательности Анапы. Давайте-ка с вами покатаемся по Анапе и посмотрим, что же все-таки здесь есть и чем себя занять зимой. Сейчас у меня субботничнее утро, и чем мне нравится кататься по любому городу утром в субботу, я думаю, что вы сами прекрасно понимаете. Потому что все еще спят, кто погулял, погудел в пятницу, город спокойный, сейчас светит солнышко, холодина неимоверная, ветруганище. Поэтому что нам нужно сделать? Взять ароматный, вкусный, анапский кофеек. Окей, куда сейчас едем? Русские ворота. Что сейчас смотрим? Триумфальная арка. Что за триумфальная арка? Парижская? Нет, Анапская триумфальная арка. Достопримечательность Анапы. Ну, это просто символизирует вход в парк. Триумфальная арка. Если немножко коснуться истории, то советую посетить вам Гаргипию, представляющую собой развалины античного города, который находился там в IV веке до н.э. Здесь же находится и музей под открытым небом, а любые его экспонаты можно потрогать. Поклонникам экотуризма советую отправиться в заповедник Утриш. Там вы сможете полюбоваться природой северо-западной части Черноморского побережья. Его достояние это можжевеловые леса. Ну, а если вы не любитель музейного или природного времяпровождения, то вам может понравиться идея погружения под воду. Здесь есть дайвинг-клуб Акваглобус. Из Анапы обязательно езжайте в Суко. Здесь находится Кипарисовое озеро знаменитое. И, блин, ребята, это просто маст-си. Получаются нереально крутые фотки. И вот я сейчас в декабре приехал сюда. И все равно здесь куча людей. Все делают фотографии. Ехать от Анапы всего полчаса. То есть вообще никакого труда и каких-то там препятствий. Приезжайте сюда, кидайте машину на парковку. И сразу же на таком гольф-каре дядя за 50 рублей вас довозит до озера с парковки. Ну, можно пройтись, идти минут 10-15. Ну, 50 рублей тоже фигня. Здесь, конечно же, вы можете взять всякие катамараны на прокат. Тут озеро рядышком. Сами деревья Кипарисы, они сейчас не в воде. К ним можно подойти. И как бы в этом большой плюс. Потому что летом в период... Ну, не только летом, но вообще когда как бы дожди, когда воды много, то деревья, они в воде. Ну, летом как бы люди купаются, к ним подплывают. Вот, я видел на фотках. Ну, в общем, круто, круто. Обязательно приезжайте. Можете зайти ко мне в инстаграм, посмотреть. Я также сделал здесь несколько фотографий прикольных. Инстаграм smarteducation. Ну, или Егор Еремеев. Можете вбить. И линк в описании к данному видео. Сукоа, расположенная в 17 километрах от Анапы. В переводе с татарско-адыгейского, насколько мне удалось выяснить, Суко означает водопой кабанов. В Суко действительно было много кабанов. А в сильные дожди река разливалась почти на всю долину. Поэтому есть еще один вариант перевода названия долина воды. Кипарисовое озеро – одна из природных местных достопримечательностей. Привлекает оно внимание благодаря болотным кипарисам, растущим прямо из воды. Кипарисы растут в Северной Америке, а потому наличие деревьев на территории нашей страны вызывает удивление. Однако есть версия, согласно которой 32 имеющихся кипариса привезены на Кубань в качестве эксперимента почти 100 лет назад. И в итоге прижились. Но и здесь рядышком находится так называемая африканская деревня. Туристический комплекс в окружении тропических зарослей. Ребята, а мы после Кипарисового озера приехали еще в одну классную локацию. Называется она Гайкадзор. Это винодельня. К сожалению, сейчас здесь запретили проводить какие-то съемки, фотосессии. Но здесь есть магазин, можно купить вина. Можно чуть-чуть понять это место. Место реально классное. И вообще здесь проводятся экскурсии. Экскурсии сейчас на данный момент проводятся два раза в неделю. И записаться можно через их сайт. И я настоятельно рекомендую вам посетить Гайкадзор. Вино, изготовленное в этой винодельне, известно многим и популярно оно благодаря не только своему вкусу, но и качеству. Идейные вдохновители Гайкадзор – французские виноделы. Алан Дюга и Ноэль Рабо. Участки виноградников располагаются в горах на каменистой почве, необходимой для выращивания высококачественных сортов винограда. Особая гордость винодельни – белые вина ресторанного сегмента. Вионье, Руссан, Мускат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok